Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Напоминаю, что мы находимся дома. Хотел сказать, где-то на Мальдивах, в Дубае, в Египте или Турции. Но, к большому сожалению, мы дома, мы на карантине. Я думаю, никому, ни для кого не секрет, что на данный момент в Украине карантин. И мы уже, честно говоря, просто сходим с ума от безделия. Мы так хочем уже куда-то полететь. Я, видите, даже по старым ошибкам пошел. Давно не снимал видео, уже говорю, не хотим, а хочем. И так далее. Но ничего, я исправлюсь, друзья. Многие писали в комментариях, чтобы мы для вас снимали домашнее видео, лайфстайл, как мы проводим время, готовим еду, чем занимаемся. Я не знаю, что в этом интересного. Многие говорят, что за этим интересно наблюдать. Поэтому мы постараемся по максимуму передать вам нашу домашнюю атмосферу. А вы можете заранее нас поддержать лайком. И всем приятного просмотра. Так, друзья, что у нас сегодня? Смотрите. Для начала хочу показать, что Руслана купила прикрасы для волокодних яиц. Волокодних. Волокодних. Ну вы поняли, это Руслана будет красить яйца или клеить яйца. Ты делала вообще когда-то такое? Ну такое именно нет. А как оно вообще делается? Ну там задействует инструкция, мы вот почитаем и попробуем такое сделать. Добрик. Ты видела добрик? Добрик, нет, не видела даже. Так, Руслана у нас пьет кофе. Я кофе стараюсь не пить, потому что... Кстати, я пью с кокосовым маслом очень вкусно. Ничего себе, хоть не с подсолнечным. С запахом кокоса. Да, я думал с подсолнечным или с оливком. Смотрите, какой у Русланы крутой лук сегодня. Да. Это она купила новую юбку и кофточку, да? Да. Такая довольная. Да, раз на почту сходила. И еще вот такая очередь у нас везде. Нужно стоять в очереди на минут 20-30, чтобы что-то забрать. И метр на метр, да, все стоят? Да, это ужасно. Особенно я пыталась еще дойти в Сильпо. И там очередь вообще, я не знаю, там километровая выстроилась. Ну ничего, она там как-то быстро все равно рассасывается, я заметил. Да, а сегодня я еще была на Укрпоще, там тоже ужас. Там все бабки выстроили, чтобы забрать пенсию. Какой-то дедушка стоял передо мной 30 минут, чтобы купить газету. Я вот не пойму, зачем стоять так долго, чтобы купить газету? Ну, надо же новости почитать, знаешь. Они так долго обсуждали там все, что происходит, там запаску, что это в церковь никто не пойдет. Я там постояла, уже думала, как быстрее бы уйти. Какое горе. Взяли бы, как мы вот купили золотося его и покрасили бы яйца. Да и все. Будут, друзья, трансляции по каналам, типа этот, как она там, служение или как? Да. Служба, вот. Да, так что те, кто хотят, могут посмотреть эти стримы. Хорошо, хоть по каналам, а не на ютюбе. Я смотрела, там оно будет что-то около трех часов ночи. Думаю, все спать будут. Зачем я вот так рано спать? Знаешь, те фанаты, которые ходили на службу в церковь, то те будут сидеть смотреть. Так что... Так, смотрите, у нас сегодня что? У нас огромный кулек мяса. Смотрите, мы купили маринад. Как он называется? Маринад в пакете. Смотрите, пять перцев. На этот пакет можно добавить полтора килограмма мяса, нарезать. Мы его нарезали, оно уже маринуется у нас сколько дней? Пять, наверное. Четыре-пять где-то, да. Я надеюсь, оно не испортилось. Это, смотрите, кукуруза с проводами вместе. Шампиньоны, зелень. И Руслана будет что готовить? Пиццу на лаваше. Да, пиццу на лаваше. Вы, кстати, заметили, как Руслана похудела? Мне кажется, она раза в два похудела. Да. А я пожирнел. В прошлом видео сколько я вставал на весы? 79. Да. Смотрите, чтобы вы не думали, что я обманываю, я специально пойду и стану даже сейчас на весы. Я на этом карантине такие бока отъедаю, что это просто ужас. Смотрите. 82,2. Срочно сажусь на диету с сегодняшнего дня. Сейчас только пиццу съем. И надо еще доесть. Просто мы ездили к родителям своим, Черкасы. Мне передали килограмм сосисок. Руслане там тоже и рыбы, и сыра. И как бы у нас полный холодильник еды. И надо это по-быстрому все уничтожить, чтобы потом закупить там куриное филе, огурцы, там какие-то фрукты, мандарины, и все-таки уже приводить себя в форму, потому что скоро уже начнется сезон поездок. А я как бы со своим мамоном, который отожрал, не особо хочу ездить. Но у меня еще гантели в комнате стоят. Я как бы занимаюсь на плечи, на бицепс, помимо того, что хаваю много. И мне кажется, что еще мышцы тоже как бы забились, и из-за этого резко вес поднялся, потому что я за неделю не мог 2 килограмма нажрать. Это надо жрать, как не в себя. Что мог? А ты как раз их кушал в чертозах много. Подалили на день рождения кучу конфет Руслане, и мне пришлось ей помогать есть, потому что она как бы на диете. Я кушала их немножко, кстати, помню, как ты перед с нами их поела и похудела. Молодец, потому что ты перед этим калорий мало как бы потребила. Так, смотрите, Руслана у нас берет под тарелку, вырезает лаваш, это будет основа для пиццы тоненькая. Будет как итальяно пиццас, да? Да, тут 2. Ты будешь... А, ты 2 сразу будешь делать? Ну, я да, свернула его, чтобы было проще. А вы напишите в комментариях, какую пиццу вы дома готовите. Будет интересно почитать. Мы всегда такую готовим. И даже не из-за того, что она диетическая, а просто я не люблю, когда толстый корж. Она очень хрустящая выходит. Да, и хрустящая. Потому что вот сельпо даже, если брать на заказ пиццу, она там какая-то, не знаю, толстый такой корж из теста. Ну, раньше там была пицца очень вкусная, а в последнее время, когда мы кушали, то мне она не сильно там понравилась. Начинки было намного меньше, чем обычно. Так, смотрите, что у нас тут как обычно. Авокадо растут. Смотрите, какие уже высокие стали. Антисептик огромный. Тогда было чуть больше половины. Смотрите, сколько мы израсходовали за неделю. Ты полы даже моешь с антисептиком? Ничего себе ты стерильная. Я думал, бухло разлили какое-то. Так, проведем обзор нашего холодильника. Смотрите, какой у нас маленький, как будто коробка. Вот даже ручка оторвана. Мне вот это интересно, неужели, когда сдают квартиру, нельзя купить нормальный холодильник? Так, смотрите, какая у нас хорошая морозилка. Она, короче, не закрывается. И я не знаю, как ее сделать. Напишите, может, вы подскажете, как вот такую морозилку отремонтировать? Она просто, смотрите, не держится. Из-за этого такая беда. Смотрите, у нас сосиски. Очень много домашних яиц. Руслана в прошлый раз привезла 100 яиц, а в этот раз еще, смотрите, 80. Мы, короче, на яйцах сидим. Будем красить много яиц. Это мне передали килограмм сосисок. Так, тут у нас стоит гараж уже, наверное, полгода или год. Это шампанское дарили Руслане. Молоко. Очень люблю соус с ацибели. Самый мой любимый соус, наверное. Диетическая колбаса. Кстати, куриная. Очень мало жира. Почти все съели. Тоже привезли щерковь вместе с сыром. Вот этот соус галимый. Я думал, он будет реально как горчица. Смотрите, френч мастард. А он оказался как какой-то майонез жирный. Смотрите, и тут яйца. Куда ни посмотришь яйца. Грибы. Намазка. Ну, короче, я думаю, нам справиться с этим не составит проблемы. И мы все-таки начнем уже правильное питание есть. Это рыба и тушенка. Это Руслана. Вон там стоят еще баночки. Тоже привозит. Ну, и в принципе... А, огурчики и лук еще есть. Ну, короче, как-то так. Пока я вам, друзья, проводил обзор холодильника, Руслана уже начала резать мяско. Смотрите, как оно хорошо промариновалось. Очень хороший запах у него. Оно прямо потемнело, и видно, что вот именно пропиталось по полной. Я боюсь, чтобы оно хоть не испортилось. У нас на прошлый раз лежало около недели, и оно было очень вкусным. Я наоборот думаю, что оно пропиталось и не испортилось. Ну, короче, и пицца будет очень даже ничего. Я помню, мы когда-то готовила такую пиццу, я одну съедал целую, а ты один кусочек, да? Ну, потому что я больше не хотела. Благодаря этому ты похудела. Я тебя спас. Ты должна мне быть благодарна. Я благодарна. За свою диету. Потому что кто-то в семье должен жрать. В нашем случае это я. Поэтому я тебя спасаю. Даже с конфетами я тебя спас. Тебе надарили конфет на днюху, а я их сожрал почти все. Еще не все. Нужно доесть. Так. А ну-ка я сейчас покажу еще. Смотрите, что у нас есть. Шкафчик с витаминами. Смотрите, хлорофилл. Это Руслана заказала. Мы с утра пьем хлорофилл, чтобы чистить там кишечник, желудок, да? Да, от токсин он идет. От токсин. Смотрите, это у нас кунжут, сахарозаменитель. Мы сахар в чистом виде не потребляем, только пользуемся иногда сахарозаменителем. Это у нас лицетин, да? Для чего он? Это для печени, почек, очищения крови, то он очень полезный. Короче, чистимся по полной, друзья. Не бухаем. Это комплекс витаминов для Русланы. Омега-3 рыбий жир. И комплекс для мужчин. Это я пью. В принципе, все. Кстати, мы вот с Египта привозили, смотрите, масло черного семени, да? Как оно называется? Черный тмин. Черный тмин. Black seed oil. Я его начал пить. Его с утра тоже надо натощак пить, но от него потом такая трышка вонючая, что потом и завтракать нету аппетита никакого. Поэтому я попил немножко и перестал это делать. Так, что тут у нас? Мне нужно руки помыть. А, я понял. Так, это у нас будет мяско. А паски-то не будешь печь? Ну, я хотела спечь, а потом подумала, ради одной паски все готово. Ну, что, сделаем настроение праздничное. Ну, лучше, как бы и проще купить одну паску, чем все это готовить, потому что мы их особо не кушаем. Ну да, они калорийные. С моим весом только паски еще не хватало. Я хотела сделать творожную, но сейчас тяжело найти форму для творожной паски. Кстати, я читал в группе, сегодня даже начали проверять температуру на въезде в Киев. Да, я тоже это делала. А мы недавно ездили в Черкассу, и нам как бы повезло, что не было. Ну, на сегодняшние сутки, по-моему, 400 зараженных, поэтому мы начали проверять. И там в Киеве уже больше всего. Ну да, как-то мы неудачно в Киев вернулись, да. В Черкассах было меньше всего, а потом... В Черкассах около 100 всего лишь. Да, потом резко подросло. Было вообще ноль, по-моему. Да. Ну, короче, как-то так. Напишите, кстати, в комментариях, откуда вы, и сколько у вас статистика по заражениям, и как вообще обстоят дела в вашем городе, в стране, где вы вообще живете. Будет интересно почитать как нам, так и тем людям, которые смотрят это видео. Так, смотрите, грибочки уже почти нарезаны, мясо тоже, и, в принципе, вот и вся пицца уже почти готова. А что, еще и зелень, да, будет? Да, наверное, зелень добавлю. Я что-то прокомментировал, но особо не обратил внимания. Блин, а уже, честно говоря, такой голодный. Да, голодный, ты сел сегодня 2 хот-дога больших. Ну, так я уже и выходил на улицу. Ну, ладно. Так, короче, уже сковород. Это будет на сковороде все, да? На вот такой вот сковороде, смотрите, чуть-чуть она пригорела уже. Надо будет скоро новую взять. Хотя мы вроде недавно покупали. Нет, это уже давно. Давно? Мы просто часто покупаем новые сковородки, и почему-то они быстро у нас портятся. Не знаешь, почему? Нет, не знаю, но вот это вот нормально, и та, что маленькая, очень хорошо жарит. Смотрите, Руслана будет готовить пиццу на кокосовом масле, да? Да, я все сейчас на кокосовом масле готовлю. Это ты где покупала? Майхерб. Мясе с витаминами. А, вместе с витаминами? Да. Смотрите, кто-то таким же страдает, как мы, или нет? Я всегда думал, что кокосовое масло это для массажа или для загара. Ну, это для того, чтобы готовить. Да? Да. Ну, не знаю, у меня как-то ассоциируется. А что надо делать? А, вот так вот? Да. Кисточка, это как красить сковородку кокосом. Так, такой запашок пошел. Кокосы насыщенные. Аппетитные, да, как будто, знаешь, кокосовой стружки поел. Я помню, они покупали кокосовое масло как-то в Дубае. Это было тоже очень вкусно, что же на нем все готовило. А вот в синей такой бутылочке, да? Да, не помнишь уже? Да, помню, я помню, мы его в кофе, по-моему, добавляли. И в кофе тоже, и это я тоже добавляю. Кстати, очень вкусно, вот кокосовое масло, если в кофе добавлять, друзья. Это было, правда, давно, но я до сих пор помню, как это было аппетитно. Особенно, когда я раньше любил кофе с утра пить. Часто я уже не пью, потому что от него потом обезбоживание, и вообще у меня как-то состояние, организм... У нас поломанная палочка, нужно купить новые, все время покупает, так мешает. Блин, такая классная была, и в итоге, смотрите, поломалась. Будет новую взять, такую же. А жалко. Смотрите, друзья, как у нас все в комнате. Хочу напомнить, ничего не поменялось. В принципе, все по-старому. Кстати, вот AirPods, это наушнички, я подарил Руслане на день рождения. Такие вот. Она мне тоже, кстати, дарила такие, по-моему, два года назад. А в этот раз решил я ей подарить такие же. И смотрите, какой у меня интересный, красивый чехольчик. Это мои AirPods. Надо будет Руслане тоже что-то такое интересное купить. А я себе уже заказываю. Она, видите, уже услышала, что я вам рассказываю, и мне прямо с кухни кричит, что она уже заказала. А насчет кокосового масла, вот, смотрите, кокосовое масло, это для массажа. То есть, на таком жарить точно нельзя. Также, если вы заметили, смотрите, какая черная маска у меня появилась. Это Руслана вечно заказывает шмотки, и в подарок кладут такую вот маску. Если ее отдельно брать, она 250 гривен стоит, прикиньте, 10 долларов. Она очень удобная, качественная, по-моему, там трехслойная какая-то. Можно постирать, то есть, например, вышел, там, вечером вернулся, постирал. Ну, не знаю, мне такая прикалывает маска. А это моя старая футболка. Капец, блин, я такой жирный стал и заросший. Смотрите, у меня, когда я не стригусь, такое лицо огромное остает, плюс еще залило. Я, наверное, сам на себя не похож. Те, кто смотрят меня, всегда, наверное, замечают, что у меня лицо то больше, то меньше, то плотнее, то нет. Это все еще зависит от еды. У меня такой организм, что если я много начинаю есть, то вода задерживается прямо вот очень заметно на лице, и аж, бывает, даже глаза вот так вот залипают, вот, вот так вот, как у китайцев, смотрите. Это жесть, не знаю, надо срочно за себя браться, убирать пузо, живот, потому что скоро лето, и это совсем не дело. Ну, мне кажется, летом еще будет карантин. Карантин? Я думаю, да. Это не повод взять и, короче, забить на себя. Конечно, Руслана умничает, смотрите, как похудела. У тебя спина тут дырявая, смотрите. Она не дырявая, это вкусно такая. Что там пицца, уже готова? Готовится, нет еще, не готова, только курочка. Так, я добавила уже кукурузку сюда. Смотрите, вот наши ингредиенты для пиццы. А, что оно там стукнуло? Не знаю, но аккуратно. Все так аппетитненько выглядит. Очень хороший запах, мне очень нравится этот маринад. Мне, кстати, кажется, вот когда попил пепси, у меня опять начало в боку чуть болеть. Может, это пепси у тебя? Надо, короче, наверное, напишите, кстати, в комментариях, если вы знаете. Вот у меня вот тут вот в боку, в районе ребра иногда болит. Я раньше так подозревал, что это из-за спины, потому что у меня спина больная. Раньше, я помню, шея вечно болела. Потом мы купили массажер, делали массажи, и это прошло. А теперь начало болеть вот тут вот в боку сверху. Может, кто-то смотрит, кто разбирается в медицине и так далее. Напишите в комментариях, что это может быть. Потому что оно мне надоело. Честно говоря, когда я не ем все подряд, и когда не тягаю гантели, то как бы этой боли нет. Только начинаешь заниматься, либо там много есть, это сразу все обратно появляется. Возможно, это связано с едой, или с теми, с теми, с нагрузками, с едой. Это уже долгое время у тебя так. Так как это яйца-то красить будем? Мы можем сейчас покопиться, ждем, если хочешь. Так еще сколько тут? Еще день там или два до Пасхи? Еще рано? Ну, я знаю, сегодня Пасхи многие делают. Чтобы заранее все сожрать, скажу тебе по секрету. Так, друзья, начинка уже готова. Что мы делаем дальше? Дальше мы смазываем корж соусом, склеиваем и пожариваем с двух сторон. Угу, смотрите, как это выглядит. Берем вот так, тщательно промазываем. Я еще делала с сыром, да, но мне кажется, соусом лучше выходит все равно. Смотрите, как все. А вот начинки. Кстати, очень много вышло, я чувствую, тут можно... Тут можно либо доесть, либо штуки три пиццы точно сделать. Да, я просто думала, что нужно меньше. Ну, блин, у меня уже слюнки текут, если честно. Ну, сейчас еще минут 10 и уже все будет готово. Кстати, эта пицца очень быстро делается, особенно если взять ее не курицу жарить, а купить колбасу. Да, какой колбаса, мы же на ПП. Ну, так куриную, такая, как у нас лежит. Я вот на ПП с прошлого видео, которое мы снимали, аж 3 килограмма набрал. Это такое ПП было, да? А, смотрите, вот так вот накрываем, да? Ну, у тебя нормальное ПП, просто ты очень часто кушаешь. Да еще в Черкассах, когда к родителям ездил, тут так нажрался там конкретно. Ты мне конфетки сбрасывал. Да, там много еды так было, и я просто не смогу стоять перед этим. Так, что дальше? Сейчас мы его поджарим. А, он еще жарится? Да, немножко. А я тут думаю, почему оно хрустящее с двух сторон? Мы его жарим постоянно. А ты с двух сторон, я не говорила. Да, я думала, ты видел. Так, смотрите, берем сырок, да? Трем его на терочку, и потом сверху его, да? Да, сверху уже пицца. У нас такая терка неудобная. Это была единственная, которая была в магазине. Ну, наше ж прошлое поломалось. Блин, друзья, только что начал пробовать эту курицу в маринаде. Она такая вкусная. Я просто словами не могу вам передать, какой вкусный этот маринад. Еще очень вкусный марбекюм-маринад тоже этой фирмы. Блин, так вкусно. Так это вкуснее, чем барбекю. Да? Угу. Но мне тут тоже очень понравилось. Даже без пиццы вот так мясо сделать. Ммм. Смотрите, как аппетитно. Ну, вообще, это для тех, кто любит острое. Если вы острое не сильно любите, вам, может, не понравится. Я люблю острое, то очень вкусно. Напишите, любите острое или нет. Просто мы вот многие страны летали там на Шри-Ланку, например. И там острое любят готовить. И люди, которые прилетали, туристы, говорили, как вы это едите, мы это не можем есть. А мы наоборот, как в рай попали. Прилетаем, и вся еда острая. Рис острый, мясо острое. Очень вкусно. Но я раньше не любила острое вообще, пока с тобой не познакомилась. Полюбила, когда со мной познакомилась. Так, что мы уже накладываем? Ну, сейчас я еще жду, чтобы она поджарилась. Я просто боюсь, пока ты это поджаришь, уже начинки не останется. Ты уже правда сильно голодный. Да, я уже сильно на диете. Смотрите, надо еще Руслана вот как делать соусом смазывать после того, как с обоих сторон поджарилась. И смотрите, начинки уже стало половина меньше. Она просто такая вкусная. Честно, передать не могу, что я просто не удержался. Руслана говорит, очень много начинки, поэтому можешь съесть. И как вы заметили, я половину уже съел. Ну, хватает ее, да? Ну, в принципе, да. Пока хватает. Не, думаю, достаточно. Достаточно? Я думал, еще останется мне пожевать. Ты будешь уже пиццу жевать. Не, ну, смотрите, я думаю, и так вполне достаточно, как для начинки для пиццы, да? Да, очень много всего. Смотри. Это еще сырок сверху. Да, будет вообще мега аппетитно. Блин, такой маринад острый, что у меня аж в горле дереть начал. Я просто налетел на эту начинку, а теперь аж доблюсь. Аккуратнее надо. Ну, я все равно острое люблю, несмотря ни на что. Я помню, как ты как-то, ну, во Львове были и взял какой-то донор очень острый, что его вообще кушать невозможно было. Я попробовала, а потом, помню, рот ходила, полоскала, а ты весь сел. Это когда это плакать начало, да? Да, ты его кушал, и у тебя аж слезы выступали, такие глаза красные были. И ты потом сказал, я хочу еще. Это, короче, не знаю, может, кто со Львова, друзья, там есть торговый центр форум, и на втором этаже донор. Вот это я там брал, это было давно, не знаю, есть ли там еще это или нет, но это было жесть, это было нечто, да? Ну, тебе понравилось, я помню. Понравилось? Конечно, аж потом горело еще час, наверное, пукан горел. Так, сколько теперь мы ждем? Ну, пока сыр не расплавится. Да, и можно будет уже пробовать, друзья. Все, смотрите, сыр уже расплавился, также Руслана еще добавила зелень. Можно уже приступать к трапезе, да? Да, я уже... Я уже готов. Смотрите, как все аппетитненько выглядит. И будет очень хрустящее. Да. Кстати, мы взяли нож для пиццы, да? Очень удобно. В эпицентре, да. Смотрите, как можно удобно разрезать, чтобы не ломать ее, не рвать кусками. Вообще, очень аппетитно, так что будем перемещаться на стол и пробовать дегустировать. Ну, наконец-то, долгожданный момент, когда можно эту красоту продегустировать. Кстати, она уже и остыла. Смотрите, как аппетитно она выглядит. Ну что, за вас. Очень вкусно. Прямо вот я не знаю. Какой кайф. Это лучше, чем... Твои комментарии. Очень вкусно. Да? Да, мы, кстати, такую пиццу очень часто готовим в последнее время. И она каждый раз, как будто бы все вкуснее и вкуснее. Вот как можно взять и не съесть такой огромный кусок пиццы сразу. Ты весь в соусе. Хе-хе-хе. Если вам, друзья, понравился данный рецептик и наш домашний видос, обязательно поддержите нас лайком. Напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы приготовили и показали в следующий раз. Обязательно перечитаем все комментарии. И чем больше наберется комментариев какого-то одного блюда, то блюдо мы и приготовим в следующем видео. Как вы поняли, пока карантин, будут какие-то домашние или киевские видосы. Иначе мы никак просто не можем за границу выбраться. Как вы знаете, границы закрыты. Но я надеюсь, что в скором времени мы все-таки продолжим путешествовать вместе с вами. А пока что будет такой формат. У меня прямо полный рот, слюни. Вот это хочется еще вот взять прямо. Я уже наелась. И все съесть. Это два моих? Да. Обязательно заходите на пиццу. Подписывайтесь на канал. И совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.